Всем привет! Мы спешим Кате на день рождения с Алисиным подарком. С моим подарком. Ну, вернее, с нашим, с Костей, конечно же, не только с моим. У нас сейчас раннее утро, мы еще не успели даже волосики заплести, только быстренько покормили Алису и едем, потому что должны шарики привезти через 20 минут уже. Ну, зато мы с собой везем хорошее настроение. Я в дороге подкрасилась немного, как смогла. Алиса говорит, мам, ты красивая. Ну, в целом, мы очень старались за эти дни сделать Кате сюрприз, успеть. Мы не успели особо утром прибраться красиво, потому что мы заканчивали. Но зато успели сделать Кате сюрприз. Я думаю, ей это важнее. Мы тут забрали коробку вот такую для Кати. Там внутри шарики, которые вылетают. И сейчас ей пойдем делать сюрприз. Так, Костя поехал за цветами, мы его ждем. Лисенок что-то мерзнет. Что делать? Мы не взяли кофту. Костя с машиной уехал. Можно? Да. Ура, появилась. Я родился. С днем рождения тебе. Здоровье главное, чтобы война эта долбанная скорее закончилась, и мы спокойно жили. Чтобы автошкола закончилась машина в твоей жизни состоянии. Не стесняйся. И творческих успехов. Ты человек очень творческий. Мы тебя все любим. Спасибо. Застеснялась. Вау, ты рисовала все рисовала. Катюшечка. Я не люблю тебя с днем рождения, Катюшечка. То есть, это по заказу коробка делаешь? Ну да, как же. Спасибо большое. А ножнички есть? Это настоящий сюрприз или нет? Конечно, настоящий. Смотри, какой у Кати подарок. Поможешь Кате открыть? Да. Давай. Раз, два, три. Вау. Два. Их надо развязать. А теперь почитай, Катюш. Вот мне счастье. С праздником. С днем рождения на все голову. С днем рождения на школе. Вот еще один подарочек залазит. Да, да, да. Катя. Какая ты старая. Спасибо. Тут можно и поспать. О, подарочек коробочке. А вот еще. Кать, Кать, смотри. Кать, тебе же 18. Ну и самый. Да, да, да. Сходи, сходи. О, подарочек. О, сейчас коробочка улетит. На шариках. Это, конечно, планировалось, что ты утром проснешься и стоит в комнате коробка. Но ты же дома не ночуешь. Пришлось ее сюда тащить. Красиво. Открыли коробку. Алиса, похоже, собралась доспать. То, что утром не доспала. Ну, мы пока пойдем откроем подарочек. Давай вспомним, что Катя предполагала. Алис, ты помнишь, что Катя предполагала, там будет сладости, там будут, она думала, да? Сейчас проверим. Хочешь с Катей? Можешь там с ней рядышком сидеть? Да, да, да. Тут коробка в коробке. Коробка в коробке? Алис, коробка в коробке. Папа букетик купил прямо в тонкий подарок. Коробка в коробке. Коробка в коробке. Ну, хоть без ленты читай. Коробок теперь у тебя есть. Хочешь, извинай? Там приклеено. Ни сладости, ни косметика. Ну, сладенький. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. А ты знаешь, что это? Не забытое слово. Да, это айфон. Хочешь? Да. Алиса в шоке. Почему Алиса больше в шоке, чем Кате? Катя, он на терабайт, как ты и хотела. Спасибо. Ну, кстати, уже приду. В смысле? Насчет цвета или что? Нет, на терабайт не имели. Это то, которое... А что, ты на два уже хотела? Нет. Я просто думала, что мы лучше, наверное, почистить. А зачем вы готовы? А я не знаю. А он сказал, что старые к нему не подходят. Там, у них другая, что там, а вольтаж или... А я еще читала, что они так заряжаются. На что-то ложишь и заряжаются. Да, да. Кому мой старый отдалить? Вот ей. Папа тебе. Алис, ты заберешь свой старый телефон. Хочешь айфон себе? Нет. Алиса, ты не хочешь айфон? А, ты иди. Я подумала, там украшение будет. Ну, я делала все, чтобы ты не подумала, что там будет телефон. Надо было реально сверху конфеты засыпать. Надо было, я же хотела, да. Я же хотела. Но оно уже все заклеено было, поэтому не стали расклеивать. Я Кате дома говорила, говорю, я уже боюсь, что тебе не понравится этот подарочек. Да, да. Спасибо. Думаю еще подарок. Да. А то больше сюрприз. Спасибо, да. Надо чем-то заполнить. Папе сюда влезет что-нибудь такое, что он любит. Это на трех. Алисе шоколадку в коробочку. А мне твой старый. Может, еще кому-то что-то подарит. Да, ну, нет. Пусть Катя эти коробочки поставит себе на память, на полочку. Ну, приятно будет. Вот так же запакуй, как было. Он красиво выглядит. У нас звонил дядя Паша, передавал поздравления, сказал, что где-то была у нас в городе. Он и на себе не говорит, подъедем, поздравим. Личка, смотри, какая тут наклейка есть. Ух ты, яблочко. Можно на коробочку наклеить. Спасибо. Ну, за что. А еще здесь? У меня там еще есть. Могут, ладно, ты. Да, хочу. Тебе нужна наклейка с яблочком? Да, это стихон, да? Ну, да. Как всегда, навязывали какой-то набор чехол с теплой. То есть, сказал, чехол сама будет выбирать такой, нравится, а не тот, который. Дальше мы сейчас поедем забирать Катину подружку. Она приехала из Киева, уже приехала сейчас. И вместе с ней мы поедем в конный клуб. Меня так напрягает открытая дверь. А мне все время кажется, что сейчас коты выбегут, собака выбежит. Понимаешь? А где-то покупали. Алиса свое яблочко приклеила на Катин подарок. И оно очень сюда подошло. И еще символично. О том, что там было внутри. О, как раз Нина выходит. А не надо стоять, просто на секунду остановись. Алиса, садись мне на ручки, давай. На ручки садись. Алиса, садись мне на ручки. Алиса, садись мне на ручки. Да, спи. Правильно. Мне так подобается тут, так затишно просто. Я набагато більше люблю, ну типу, містечка, які, знаєш, масштабу нормального, типу, ну, уступу відношені до людини, типу, не сильно більше, ніж людин. У нас гарне місто. У вас дуже затишне місто. Ми тобі покажемо, ми Даліну Рус покажемо? Покажемо. А, будемо якраз мимо їхати. Я тебе, по-перше, я не хотіла тобі якесь букетович, я не хотіла того, я знаю, що ти творча людина, я хотіла тобі творчих відріпів. Ти сама зробила? Так, це я, композиція моя задумка, авторська. А ти є подпросою? Ні, це не моя, не я аформувала, але авторська задумка. Потім, мій основний подарунок, він також відноситься до того, що ти творча людина, будь ласка. Дякую. Теорія плюс практика, як максимально розкрити твій потенціал, твій талант, щоб ти повністю, короче, без страху творила і розвивалася свої узговорення. Дякую, прочитаю, дам тобі прочитання. Ти читала? Цю конкретно ні, але я читала про неї всі відгуки, 94% сподобалася. Дякую, дякую. Може? Ні. Стоїємо. От думаєте, хтось то буде. Так. В Мак заїжджаємо. Так? Я нормальна людина? Дякую. Будь ласка. Так, ми заїжджаємо в Мак. Це повністю буде енергетична твоя книга, типу, без цього? Так. Киев 2020, три года она лежала, и вот, он очекал тебя просто, 100%. Катюша, заказывайте. Они уже в творчество ударились. Так, нам дали наш заказик. Пожалуйста, уберите шейф от меня. Это мой шейф. Пап, ты заказывал чизбургер себе? Что, два чизбургера в этом меню? У меня получилось, что у меня два. Так, мы приехали. Давно не виделись. На, Алисочка, давай дальше. Привет. Привет. О, как мы там. Привет. Где наша именинница? Богато. Я Даша хэппи мил дала, чтобы он там не испортился. Спасибо. Доставайтесь. Вот мы приехали кататься малышами. Да. Там собачка. Ты Даша самая тяжелая? Да. Где же наша именинница? Катюш. Катя. Где же наша именинница? Привет. Тебе гости. Какая собачка. Я тебя люблю. Знаете, я тебя витаю. Я тебе желаю здоровья. И чтобы все твои мечты сбывали. Знаешь? Вот то, что ты надумал. Мечтай, что сбывается. И верных верных тебе друзей. Такой скромный подарочек. Добрый день. Он тяжелый. Вау. А что там такое, Катя? Вау. Вау. А это она мечтала про эту книжку. Ух ты. Умиряла. Я рада, что тебе нравится. У меня же две такие большие книги. Она тяжелая. На нее можно прибить кого-то. Такая тяжелая. Ага. У меня какая-то поважная. О, Боже. Ужас. Какая тяжелая книга. Ну, у меня какая-то повага. Да, да. Вау, страшно. Какой-то у них треба. Фенниш и раздавай. А тут ты же видела. Там тоже я тебе пришел какой-то парень. Встал. Он все делает, пристилает по конной клубе. А Костя как всегда приехал мимо. А ты за нами. И в какую-то лужу. Красиво, скажи. Это конюшня, заходите сюда, можно. Здесь еще котик Нолик живет и собачка где-то. Ммм, запах природы. Боже, какой ты красивый. Ой, боже, испугалась. Ты чего так пугаешь? Я взяла яблоко. Привет, вы такие красивые. Кто у какой лошадки остановился? Тебе это нравится? Алиса Нолика встретила. Нолик вызвал всеобщий восторг. Нолик, Нолик. Боже, у него глаза самые милые. Вот такие милые Бозочки. Бозочки, краса моя. У нас их дома столько? А собачка здесь? О, тут и две таксы. Ой, боже, что тут много ли вы смываете? Обалдеть. Это зверотерапия или как? Да, Анна. Пришли. Пошли за шлемами. Так. 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 Аж сияет. А что, смотри. О, они уже повылазили, смотри. Они учились летать. Они сидели в гнезде. Мы их в прошлый раз в гнезде видели. Это ласточки. Вон их гнездо. Аааа. Пришли. Ласточка. Вот здесь она, чтобы у нас. Смотри, Алисочка, они учились летать. Это они еще маленькие? Да, они в том гнезде сидели в прошлый раз. Вот это нужно взять. А это очень полезно в косметике. Знаете, есть экстракт в ласточки у вас? Да. Это очень полезные какие-то речи. Надя, смотри. Они уже почти с ней взрослые, а она их тут улетела. Она их прилетела и покормила, да? Да. А я смотрела одно видео, что когда птенцы научились летать, их все равно мама еще кормит. Даже на кустах, не в гнезде. В первое время, да. Смотри, вон. О боже, я даже не узнала. Думаю, не буду снимать чужого человека. Они научились летать. Да, там ласточки, там гнездышко. Да, это ласточки. Это для нее. Боже, как чухают тебя, да? Как чухают. Давно не чухают. Страшно? Да не бойся. Вон весь она в прошлый раз каталась. Нолик. Где Нолик? Да нет, Нолик. Мой котик хороший. Кукусики. Очень красивые. Тут девочки, Надя, занимаются. Вот двенадцать лет девочке, слышишь? Она уже прыгает через барьеры, на соревнованиях участвует. Да. Зайка. 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 А твой самый первый такой огромный. Прям вот так на него смотришь. У всех впечатления, да? Да. Не только у детей. У взрослых тоже. Ты мусика, 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 мусика. Это мусика. Так слушай внимательно, да? Кто тут пришел? Это мусика. Вам в гости. Мама где-то кучит летать. Она только что вот туда садилась, и они перелетали к ней. А потом она им показала, что давайте вылетим на улицу. Но они за ней не полетели. Вот, они так учатся перелетать пока что. На улицу еще боятся. О, полетел. Один полетел на улицу, они решились. Видела это его первый полет? Видела. Может уже не первый, но для нас точно первый. Впервые видела. Я думаю первый, смотри. Нет, ну они сначала были на маленькое, а потом на большее расстояние. Ну да. Да, такой сейчас уже типа вылазим. Смотри, одни за другим летают. Да, да. О, привет. Катя. Да, Катя в туалет они пришли, зараз придут. Сейчас придут. Это Даша, это тоже Даша. Даша тут уже прыгает, то что я рассказывала через вот такие, да? Да. Мы прыгали. Класс. Класс. Алисачкой. Боже, дочь отходи. Иди сюда, иди домой, не догоню тебя. Да, хорошо. Я Катю жду там. Да, хорошо. Это моя? Да. Это Катина. Ох, красивая. Вон, где Катя. Даша наша подписница. Да, она нас всех знает. Где моя лошадка? Вон. Да, да. Да, да. Очень мило. Меня зовут Лиза. Это Рауболь. Накращенный ракет. И сейчас, на ступеньке. Берешься, одна ручка здесь, другой здесь. Левую ножку вставляешь сюда. И попрыгиваем. Один движение. Хорошо. Так, расскажу, у тебя есть какой-то опыт юзды? Ну, нет. Класс. Высокая? Класс. Ух ты, сейчас здесь будут кататься. Боже, Катя, тебе так летит. Так, тебе должны дать другую лошадку. Но я не знаю. Наверное, там займаться. Скорее всего. Там же тоже такое поле. Хочу посмотреть, а Катя будет. Я думаю, являлась, что нам четыре лошадки дадут одночасно. Но, может, они вырешили по черзи, я не знаю. Смотрите, лошадки могут что-то влаштовать. Да, может. Так, в общем, сейчас Кате объясняют, как управлять лошадкой. Ну, в прошлый раз, в принципе, уже показывали тоже, но на другой лошади. О, эта лошадь слушается быстрее. Скоро, маленький, скоро. Ты уже ждёшь. Тебе треба пони. Лошадка. Я хочу уже поскорее. Да. Я сейчас пойду спрошу. О, всё, Катю уже отпустили на вольный выгул. Она на вольном выгуле, да. Мам, ты видишь папу уже? Вижу папу, наблюдай. Катя, не гоняй! О, Боже, сейчас она будет бежать. Почему ты так думаешь? Потому что сейчас я видела, как вспомнила, я девочечку так сделала, и Фарик бежал. Да, Фарик. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Алиса, смотри, оседла Алису лошадок. Я не буду там бегать. Подождите. Алиска, ты не туда, не переживай. О, Нину, Катю повели. Это классно. Просто супер. Да, очень красивая. А грива подстрижена, видимо. Да, мне надо её ещё раз встречать, чтобы росла. Какая, Алис, красивая лошадка. Да? И не очень большая. Алиска, достань две ножки, хорошо? И положи так же вперёд. Держись крепко. Хорошо. Наверное, Даш, ты на том белом поедешь, видишь? Да. На нём в прошлый раз Алиса каталась. Ого, глянь на Катю, Надю. Ух, собачек. Так, и Дашуля залезла уже. Катя уже ездит быстренько. Ага. Так. Я говорю, ноги накачает попу. Она уже уехала. Дашуль, ну как? Не страшно? Страшно. Классно, Анатолий, четыре лошади одновременно. Собачка не подлезет под лошадку, нет? Моника. Ой, ещё одна. А это Беллис, наша конюшенька. Так, что за наркотик собачек на воде? Моника. Беллис. Белли. Белли, Белли. 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 Белли, Белли. О, Нолик присёл. Бо, зень такой милый. Хе-хе-хе. Алиса его искала. Ты его не пускай туда, Даня, не надо, котики они могут, собаки все-таки умней. Ну да, он же вырос с лошадками. Беллис, она просто цвилич называется, что она мотыляет, и у него есть на кончику типа веревочка, и это Беллис любит за этой веревочкой. А, понятно, она ее игрушка как бы. Да, точно бегает за веревочкой. Какая смешная собачка за веревочкой бегает. Дашенька идет. Да, видно, он ручной. Ручной котик. И вылизывается. О, у него беленькая есть. Так ты не весь черный нолик? Не, он не весь черный, просто это же у него кожа дальше. Нолик. Ой, какой нолик. Слушай, какой он прикольный. Лег пузиком кверху. А как он тут появился? Он? Да. То пробился. Просто сам? Да. Может кто-то подкинул? Наверное. У нас так само тут бегали двое щенят малых и мамка их нет. О, вон Даша едет. Тоже мимо. На белой лошадке. Вижу уже не боится. Вот такое у нас интересное начало дня рождения. Ох, боже. Ты что? Так на бедного нолика напала. Напугала его. Друзьяки. Эй, эй, ему больно. Не грызи. Не грызи вот так. Эй. Слюня вела всего. Фу. Он же маленький. Так. Все. Фу. Боже, бедный нолик. Это жах. Не обижай нолика. Кошмар. Нолик, мащик. Все. Фу. Фу. Все, нолик, я тебя спасла. Пойдем. Беги, прячься. Так нападает на тебя. Да. Не понимаю, что ты еще маленький. Слушай, эта собака так на него нападает, Даша. Он аж пищит. Нина, как вы чувствуете? Как вы чувствуете? Как вы чувствуете? Они перетягивают туда, на поле? Ну, ты выезжаешь на поле. Ты снимаешь голову, едешь на голову и перед этим барьером. Ну, это понятно. Или они всегда стоят и тут прямо стрибают? Да, они тут. А, их не перетягивают. Это же я имела на увазе. Да, они не перетягивают. Это же я имела на увазе. Так, наша наездница. Ну а что, малыш, как тебе? Классно? Дашу встречала? Да. Дашу видела? А, вон и Даша, да. Хорошо, что Дашу дали самого спокойного коня. Конечно, Надя тут в тенечке пристроилась. Надо знать места. Говорит, пошли в тенек. А Костя во всем всегда. Ему удобнее всех всегда. Это, конечно, я думаю, тяжело с ним привычки. Потом крепатура будет такая. Адам, ты начнешь седаешь на шпагат. Ты уже накаталась? Да. Да? Ну, слезай. Подожди, не спеши. А вон и Дашенька едет, смотри. Да. Может, ты хочешь с ней? Хочешь за Дашей проехаться сзади? Да. Да? Ну давай. Собачки так бегают возле лошадей, все время за них боюсь. А это собака просто одна девочка. Это же Катая Зарна Сашу. А эти собаки знают иконы и вообще не знают просто свою кузейку, зачем идти. А, понятно. Вон, как Костя пристроился, гляньте. А может, ты поедешь? А что такое? Да, а что? Раз, два, раз, два. Пристроился там удобненько. Между кустиками. Тебя и не видно там. Ты лежала. Ну, прямо остылся. О, Катюха сама едет. Ух ты. Это как называется такая ходьба? Строевая рысь. Рысь. Строевая — это когда садник встает и сидит. А учебная — это когда садник просто сидит в себе и едет на рысье. Ясно. Нина, будет крепатура? Завтра. Никуда не поедешь, будешь лежать. У Кати вообще получается и реально можно ходить на этот вид спорта. Ну, будет желание, то будет ходить. Ну да. Алиса уже и накаталась. Иди погладь ее головку теперь. А вы хотите еще возле фотографироваться? Да нет. Алиса, иди погладь головку. Иди, подходи, не бойся. Она добрая. Вот у Алисы нет какой-то такой тяги к лошадям. Ты знаешь, вот как у Насти было? У Насти вообще. Да. А Катя именно любит на природе просто, знаешь. Да иди, будешь с Наденькой смотреть тенечки. А я тут на солнышко выйду. Катюш, как ощущения? Не устала? Спина болит. Спина болит. Алисонька села с Костей наблюдать за тем, как катаются Катя и Нина. И вот я по Алисе четко вижу, что ей конный спорт, но это не очень интересно. Ей больше плавание интересует, подходит. Катя там что, прыгать собирается? Я прозевала, когда она сюда перешла. Ну прикольно, что она сама уже ездит, да? Да, вообще классно. Класс. Мне кажется, это интереснее даже, чем на велосипеде вот так гулять на коне. Дашенька, ну как? Я в шоке, скажи. Коротко и ясно. Я в шоке. Собачка все плетется, бедно ей жарко. Мне Катю так нахвалили. Сказали, что не очень хорошо получается. Я не знаю, я прямо зарядилась. А кони заряжают позитивной энергетикой? Такая прямая энергетика. Я тоже слышала. У меня вышло. Вышло? А это вышло, это скакать? Это очень сложно, правда? Что это за упражнение? Ой, бананчик. Что это за упражнение? А, это разминка была? А, да-да-да. Это было, типа, чтобы я... А там... А зато тебя пустили саму сразу, типа. Это тоже доброе, чтобы почувствовать коня. Чего ты не видишь, Хаус? Все, вонка. Это ему счастье. Да. Его бы гладили целый день, он бы был счастлив. Это все, что ему надо. Не, она сейчас застилит, потому что там же собаки сидят, Нина. Да, это девочка и мальчик, сестра и брат. Это же Настя нам залишила одну свою. А это лунка? Да. А каких разрезня? Ну, он немного больший. И... И... И он не такой пушистый. Да, не такой пушистый. Луна. Луна. Они совсем разные, если так посмотреть. Видишь? Мордача. Да, да. Ну, он же хлопец. Ты знаешь, застилай половину, он все равно к ней запрыгнет. И сюда сидит. Да. Он все равно... Там солнце, в синюю. Да, в тень постили. Добрая подружка. Да, помнишь тут. Мы приехали. Сейчас ждем Катю. Загляни к животным. Там мне комната здесь. Можно? Ё-о-о-о! Я в шоке. Вот такое, выселили тебя. Сюрприз тебе такой. Не страшно. Спасибо, я в шоке. Вау, спасибо. А где животные? Нравится? Ай, сколько там у нас животных? Свинка к бабушке переехала. Не, свинка к бабушке переехала. Слышишь, шиншиллы сейчас упрошены. Я их планирую в коридоре между кладовками пристроить. Там еще не освобождали. Да. Слышишь, а хомяк и песчанки, они в детской. Я там их буду держать, потому что она запирается. Слава, что это стоило перелопать? Я вообще в шоке. Да мы вчера долго не спали. Потом утром сегодня в шесть вскочили, чтобы закончить. Спасибо, блин. А шкаф потом просто... Кать, слышишь, ты в шкаф потом свои вещи попереносишь, а мы белье в тот заберем, да? Да. Мы с папой не знали, боялись без... Неудобные шкафы. Боялись без твоего этого спроса. Вау. Шкаф трогать. А я иди за ней, сама даже штыкнет. Ха-ха-ха. Не, шинш... Да, звонил местечко. Просто тебе понравилось, да, что тут полочки появились. Да. Вот этот шкаф ему убрали, а папе сказала, что его скорее всего не захочешь. Не-не-не, не захочу. Сейчас папа шиншелу заберет, пока их вниз заберем, там прохладнее. Да, да. А что, он там будет еще? Я думаю, ты себе купишь, выберешь. Там был плохой. Я в шоке. Ну, мы подумали, тебе с Прошей уже жить надоело. Да. Проша, прости меня. Проша, ты это слышишь? Ха-ха-ха. Поклонился. Проша, Катю поздравим. Да-да-да. У нас даже тут прохладнее чем там. Да-да, согласна. Поставить их вниз у нас еще прохладнее. А? Это шок. А куда Нина делась? Да гуляет она там во дворе. Класс. И штору ее перевесили? Нет, это не твоя. Эту постирать надо. Я ее еще не стирала, да. Да-да-да. Я постирала. А вот это, ты говоришь по-новому, это просто здесь вот эта мягкая чай впала? Ну, это просто поехать в магазин музыки и просто ему привезти, он сделает. Или закажет, или... Боже, мне кажется, я еще буду где-то месяц привыкать к тому, что я могу оставлять на столе вещи. Да-да-да. Я же там все отбирала. Я, конечно, не буду. Да-да-да. Ну, полка хорошо здесь поместилась, скажи. И сюда еще. Да, еще вторую книжку ставь. Где она? Телека еще не хватает. Папа сразу сказал, что тебе тут телека не хватает. Да-не, мне не нужен телек, спасибо. Боже, парни, которые нас смотрят. Девушка, которой не нужен телек, но нужен книжный шкаф. Такие вообще существуют еще? Блин, ну красава, конечно. Красава, спасибо. Я даже, смотри, эту полку у тебя освободила. Тут же мои диски лежали. Красава. Думаю, может, ты что-то положишь. А то тебе зеркало в подарок. И еще крысу нашли. Папа говорит, это твоя крыса. Это мне ее кто-то дарил. И ты помыла. Я уже даже не помню. Может быть, и я. Ну все, снова и комната у тебя. Тут еще надо вот пыль протереть на люк. Да, ну так пол я помыла. Кстати, запаха здесь вообще нету, что животные жили. Вот вообще, согласись. Да. Даже не грамма. Класс. Я рада, что тебе понравилось. О, ты знаешь? О, у Даши такая гулька красивая. Я сама себе наплыла. Да? Угу. Батошенька. Батоша все время во дворе стала. Вы заметили? Мне тут подолбается. Угу. А у Белыча или Дуся? Нет, у Белыча. Реально очень красиво и сережки стали выделяться. Смотри, мама, какая красивая у нее расчетка. Ух ты. Слушай, реально очень красивая. Это ее расчетка. Да, Нины, Нины. Это расчетка Нины. Да. Так, мы приехали к Селене. И Даша с Надей. Что вы? Да не бери камеру, там будет текало. Я пошли на мою маму. А, пошли. Идем. Я нотбук взяла видео вам монтировать. Понимаете, я такой блогер. Я каждый момент блогер. Я в маму хожу по твоей тени, потому что мне так легче. Не так жарко, да? Алиса прячется в мою тень. Но у нее это не очень получается. Потому что тень вот так. Надо стоять плотненько. А плотненько мы идти не можем. Селен. Так, мы пришли к теннисным кортам. И сейчас девчонки наши поиграют в большой теннис. Мы пришли, короче. Девочки смеются. Потому что никто не умеет играть в большой теннис. Тренера никакого нет. Ну то есть надо просто взяли ракетки и сами играть. Смотри, по правилам. Вот так по диагонали. Должен первый раз в сунду попасть. Ага. Это уже... Да, он должен перелетать, видишь, через сетку. Ну да, как маленький теннис, только большой. Осторожно сзади, Алиса. Алиса, отойди от Кати. Так. Да, поиграйте на маленькие сначала. Ого! Это не гольф. Можно я один раз попробую? И Алиска хочет попробовать. Ну подожди сейчас. Так, надо с папой сюда приходить играть, я так поняла. Почти. Папа уже влёкся. Дайте Алисе попробовать, Кать. Алис, мячик возьми. Давай, бей ракеткой об мячик. Да-да-да, вот так. Давай. Во, молодец. Лисюшка... 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 Лисюшка заняла наблюдательный пост вот такой. И смотрит сверху. А девчонки учатся играть. Хаба. О, получилось. Давайте. Это нам подачка. Дашенька пришла. Лисюшка, ее пастила. Лисюшка, ее пастила на сетях. Пожалуйста. Ух, я не знаю. Тони прям по лагеринствую. Давай, я подаю. Лисюшка, ее пауза на сетях. Весюха сидит на солнце, мы с Дашей пристроились в тенечки, мы умные, а Алиска там на солнце болтается, видите? Ух ты! Там столько мячей у них, целая поляна усеяна, папа поехал вам за кепками, сейчас принесет, ты видела сколько у них мячиков там? Да, да, как в маленьком теннисе. Один раз обземлю. Лисюш, иди к нам с Дашей, ты там запаришься. Почти. Все, ты к нам, тенечек? Да. Садись к нам. Садись. Все, иди к нам, Алисочка, чтобы по тебе не попали. Неси его Кате. Катя, лови мячик, кидай, Алис. Пожалуйста. Подожди, не бросай. Ну давай, беги. Беги, беги. Давай, давай. Я не бросаю. Алиса помогает. Молодец. Давай. О, отлично, наконец-то. Надо, типа, снизу вверх, наверное. Давай. А, чуть-чуть не успела. Фотосессия. Если кому-то нужно, берите у меня мячики. Забыла один мяч с 39-й. Берите, кто хочет, бесплатно. Ты продаешь мячики, бесплатно? Вон, Дашульки кидай. Кидай Дашульки. Интересно. Да, покажите мне, потом мне интересно. Сняли теннисный корт, чтобы пофоткаться. Интересно, какие фотки выйдут, реально. Вот так получилось, когда мяч, типа, летит. Катя его держит. А действительно похоже, что летит? Чуть-чуть палец там вы увидела. Давай. Даша понравилось, большой теннис играть. Ух ты, молодец. Смотри, сколько у меня мячиков. Ого. Это у меня уже их целых шесть. Класс. Шесть мячиков насобирала. Да. У Даши так нормально получается. Сара трудивница. Я ушла помонтировать, пока они там играют. Ты видала, как у Даши получилось? Да. О, в бин как раз. А ко мне ластится, пошел, смотри. О, який изменник. Хорошо. Посмотри на ее взгляд. Ага, и пошел об меня тереть. Смотрите, что вытворяет, а? У них, кстати, только что пять раз подряд получилось отбить. О, пошла игра. Да. Костя вообще вошел в уражь. Ему это нравится. Играют папа с дотей. Сейчас такая стоит жара, что только, конечно, в теннис играть. Все, идем на пляж. Кого мы встретили? Может, кто-то помнит Ярослава? Всем мир. Так, вот что такое сабы. Это Ярослава, Алисочка, наш друг. Тренажеры, дивана. Алисюша уже в воде. Девушки, чего вы еще не в купальниках? Да, вода, конечно, с бассейном не сравнишь. Хладная. Падай и плыви. Алис, глубоко не ходи, ладно? Все нормально там стоя. А ты сама зайду. Я лучше под этим, под душиком встану. А тут есть душик, да? Да, но осень стоит. В общем, мы приехали на пляж, чтобы девочки покатались на сабах. Это было впервые. Раньше они никогда не катались. Алиса с Дашей поплавали и очень замерзли, потому что очень холодная была вода. А Нина с саба упала прямо в эту холодную воду. Вот. И Катя потом к ней плыла, Нина никак не могла вскарабкаться обратно. И вообще, девочки старшие настолько далеко на сабах уплыли, и волны еще были, что мы побоялись Алису и Дашу пускать. Мы решили, что мы на берегу погуляем, а они пускай пока плывут, куда хотят. Ой, погребла, погребла. Ага. О, как красиво плывут. Катя и Нина достаточно далеко поплыли. Они потом еще легли на эти доски, общались. Ну, в общем, пока они купались, мы решили домой поехать выкупать Алису под душем после Днепровской воды. Она, правда, уже чуть не уснула. Ярослав поставил ей зонтик, она в этом в тенечке, в полотенцах. Все, спать, Калиски. Нина осталась под впечатлением. Сказала, что никогда не видела такого дня рождения, когда не просто сидят за столом, а столько всяких развлечений. Но после стольки спортивных развлечений у девочек будет крепатура, конечно, завтра. Мы собираемся в грузинский ресторан. А ну, покажись, красотка. Сзади покажись. Такое ощущение, что у тебя день рождения. Смотрите, покупались, приехали. После Днепровской водички с мылом переоделись. И едем. Не наедайся, мы сейчас там будем кушать. Я накрашусь сейчас, накрашусь. Хочешь, чтобы я накрасилась, Доча. Сейчас Надя в обморок упадет, когда тебя в таком платье увидит. Я сама насмотреться не могу, Доча. Тебе так красиво. Ты моя маленькая принцесса. Орешки. Голодная принцесса. Да не запихивайся ты ими. Мы сейчас кушать будем. Мы же едем в ресторан. Ты меня проголодала. Проголодалась. Ты нашла орешки. Все проголодались, поэтому мы и едем в ресторан. А если ты наешься орешков, ты потом там есть не захочешь. Собачки бегут. Услышали нас. Не, кто-то идет. Наверное, бабушка. Да, бабушка, я ее уже вижу. Сейчас бабушка скажет. Ой, какая ты принцесса. Ох, какая ты красивая. И ты красивая. Боже мой, откуда такое платье? Да вот нашли. Нашли дома. И что, Олеся? Ты еще? А куда его беречь? Беречь некуда. Вырастет из него. Я же говорю, и ты красивая, да? Она красивая. Все собрались в ресторан. Держи, мам. О, вау. И ты вау. Я орешки. Лона. Стой. Держи. Лона. Ну все. Алиса, я чувствую, ты ларная. Лона, орешки. Лона, иди. Такого еще не было, чтобы Луна выскакивала, а не Умка. Вау. Ну конечно, принцесса какая. Ешь подруга, как зефирка. Зефирка. Вот так хочется. Нет. А. Сказали, что столик держат, но блюда подают. Понятно. Поехали, а то блюда наши остынут. Принцесса, прыгай в машину. Задумалась, зависла. Так, все, мы приехали к Бубе. К грузинскому ресторану. Вообще-то считается хинкальней. О, такой нас тут ждал стол. Мама. А, садись, котик, где будешь сидеть? Нам на 10 накрыли человек. Ну какая красота. Красота. Это Катя предзаказ сделала. Что ты типа приходишь, и уже все готово. Очень круто. Сейчас еще надо с Дашей подъедать. Какая ням-нямка. Прям моя любимая еда. Здесь есть и грибы, и телятина, овощи. Вот эту булочку, давай я тебе ее поставлю, будешь ее кушать. Я не буду яичить, ты кушать я булочку. Хорошо, яичко не ешь. Кусай вот так вот просто поднимай и кусай. Держи ручками. Вкусно? Все, пришли наши гости опоздавшие. Они камеру дома забыли, просто за ней вернулись. А мы думаем, куда пропали? Наконец-то кушать, да? Еще торт будет, такой торт прикольный. В общем, безумно вкусные хачапури и хинкали мясные. Вообще супер просто. Ням-нямка. Кусочки хлебушка на зубочистке. У меня шашлык, маленький. Крутой шашлык из хлеба. Это кусочки хлеба на зубочистке. Смотрите, у меня маленький шашлык. Хeled Мы не заказывали. Это что, торт в подарок? В переводе кольцо. Никогда ни в каком ресторане мы такого не видели, чтобы целый торт, ни кусочек, принесли в подарок на день рождения. Поскольку я на диете, я взяла торта совсем маленький кусочек. Я его, наверное, даже не съела здесь, но я хочу просто попробовать. Ты что, медовец? Твой любимый медовик? А мой Наполеон. Злой король тортик. Наши глазы как-нибудь. Так красиво, солнце на волосы падает. Златовласка. Мы сидим под вот такими вот вазонами. Алиса сейчас очень сильно нас смешила. Говорит, Нина, ты такая красивая. Ты такая милая. Такая милая. Нина говорит, спасибо. Она говорит, как хомячок. Все начали смеяться. Смотрите. Принцесса тортиков. Принцесса тортиков. Принцесса тортиков. Принцесса тортиков. Принцесса с стаканом. Ну так и бывает. Принцесса салата. Салата. Принцесса салата. Не, принцесса оливьешек. Принцесса оливьешек. Сочек ничего. А бабушка? А бабушка, принцесса. Вот это вам. А че пурь? Принцесса вещей. А че пурь? Она желтка. Желтка. Принцесса желтка. Папа принесу. Телефон. Принц телефонов, согласна. Постоянно в телефоне. А ты принцесса снимай камеру. Принцесса камера. Папа у нас принц телефонов, а я принцесса камера. Лина, тебя два раза уже пугали. Я уже спущаюсь, гад. Ты не смотри. Не смотри. А, все. Боже, Алиса, у меня сердце смотрит. Театралый. Балерина. Как в этой музыкальной шкатулке, да? А на какое идете кино название? Астрал 4. Астрал 4. Да, у нас такая, так гарно девушка лепит вообще. Она такие торты робит. Костя увидел, он обалдел. Если он прям вау, то мне интересно. Сейчас побачит. Надеюсь, он не развалится по дороге. Да, ну, да. Да, он же там, где-то рядом. Да, она? Ну, да. Короче, мы вперед поехали. А, да. А, да. У нас же будете по дверям стоять. Ну, ничего, посидим в машине, если что. Да. Мы же пока у нее заберем еще. Дочекала. Да. Теперь можно идти. Надя забирает всех девушек. О, ты тоже обгорела. Да, да. Подзагорели носа бах. Да, да. Я не знаю, вы с дня рождения или откуда. Все в черном. Скажи. Мы забрали торт. Едем потихонечку. Принцесса тут, боюсь, уснет. Принцесса. Вот такой вот торт огромный. Стоит у меня на руках. Вот так вот его везу. Ой. А Костя говорит, мне не видно зеркало. И мы очень аккуратно проезжаем вот эти лежачие полицейские. Костя перед ними тормозит и потихонечку, чтобы торт не поломался. Потому что он очень красивый и интересный. И будет крайне жалко, если он поломается. Раньше, чем его все увидят. А я прям не могу, мне прям не терпится посмотреть на реакцию. Кати, Нины, Нади. Мне кажется, Надя и Нина будут очень бурно. Ты, Натя, тоже фотки? Ряднее, я никому не показала. Я даже бабушке не показала. А мне показала? Ну, тебе да. Костя чуть в выморок не упал. Ну, не рассказывай только что-то, ладно? У меня сейчас кубинова Алиса шкарила на все голову. Не смотрите! Это хорошо? Да. Хорошо? Класс. Капец, ты старая. Класс. Коже, гадость. Дуже. Время тебя не пощудила. А где наша Алиса? А, уже не расщудила. Алиса, ты где? Ой. Садись здесь. Стольчика надо, Даша. О, Пуфик, подвигай сюда столик. Да нет, Даша. Сюда подвигай Пуфик к столику. Алиса, иди тортик смотреть. Да, они сейчас закроют. Аличка, иди с нами смотреть, давай. Ку-ку. Я вам сюрпризик хотела сделать. Классный сюрприз. Пап, поймите мне, скажите. Сюрприз, который не может вылезти из коробки. Садись на Пуфик. Подожди, Мишка, Мишка. Алиса, скелет чуть на тебя не упал. Долься. Садись, давай, будем открывать. Закрывайте глазки. Только не засните, а то Нина уже засыпает. Аличка, сядь. Ты нам выгнана. Все, не подглядывайте, закрывайте. Все, по-честному. Потому что вдруг он не той стороны. Да, я его разверну. Так вот. Давай, где? Да. А, я уже поняла. А ты там знаешь, какой он? Да, он знает, он видел. А я не знаю. Ну, ждите, увидите. Не мало апофеоз? Раз, два, три, открывайте. Вау! Вау! Я не знаю! Вау! Класс. Это я? Ну, да. Я не вижу. Это ты? Ну, Яна очень извинялась, сказала, что люди лепить не умеют. Фотки съедобные. Фотки съедобные. Катя, покрути тортик, посмотри все фото. Вау! Боже, косико. А вы видите, что это на моем? Какое оно красивое. Она ее вылепила. Я тебе говорю, она так вылепит тортик. Нет, это Катя. Это пленка. Она стоит на пленке. Боже, это просто талант. Да, она стоит на пленке. Я покрыл тортик вообще. Да, мы и рады, что она есть. Смотри, Катя, вон. Вот. А это с кем ты? Где? Настей. Надя? Звездный час. Ну, я взяла стоп-кадр из Катиных работ. Извиняюсь. Вам нравится это фото? Это съедобные фотографии. Мама, я не могу кушать хочу. Сейчас будет. О, у нас были не такие. Яна так лепит, что. Так, давайте посмотрим, какие тут фотографии на тортике. Это Катюша. Катя, снастись. Съедобные билеты. Так, тут есть я, не Вася. Это кадр-кадр из съемок. Это Катя, когда тебе подарили твой первый айфон. Сегодня не было такого выражения лица. Это Катя за камерой. За работой. Да. Это, кстати, тоже Катя за камерой. Нет, это просто класс. Это Катя с папой. Катя с грамотами, когда танцами занималась. А, это, кстати, ты с Настей. Когда вы мерили одежду, только вы тут были, вроде бы, полный рост. А просто фото обрезали. А это Катя с папой. В детстве ранними. Какие китсотки. Да, я помню этих собачек. Катя с котенком. Это Манюня наша. Это мы на линейке школьной 1 сентября. Ну, всё, вроде бы, всё посмотрели. А это киноплёнка, на которой стоит Катя. Вот такой торт. Мама же эту Катюшу уже съем. Не, Катюшу пока есть не надо. Эту Катюшу съем. Ну, почему это не я, мама? Ну, потому что Катя у нас режиссёр. Класс. А, тут ещё Остар есть. Да. Да. Да, билетики съедобные. Ну, я этот чур. Я видео там поставила, сделаю скриншот. Его можно? Папа, иди сюда. Можно, можно, ешь. Это съедобный билетик. Время тебя не пощадило. Мне вот это понравилось. Чаревна на всю голову. Красная. Капец, ты старая. Да, да, да. Ну, я ещё, знаешь, ещё молоденькая. Вот это нам уже. Ну, да, ей это просто приколы, понимаешь? Да, потому что. Чтобы мне не так написала я. Напишу обовязку. 3 октября, да? Не, 3 ноября, да. Всё время путаю. Бабушка, не дай бог. У Насти тут хэппи-бёзды. Всякие открытки. Это не на, а это хэ, ну, на английском. Это хэппи будет слово. Хэппи-бёзды. С днём рождения, на английском. Кто в коробочке? Снимай. Каша! Я к тебе. Кость, подсиди её, пожалуйста. Подожди, Алисечка, ты не поднимешься. Пап, давай. Даш, не вылезай. О, Даш, я тебе пойду искрутать твои комнаты. Пап, дай трой меня. Куткала, а вы мне идёте. Дай трой. Двое из ларца. Я вправдали. А, папа! Мне тут хорошо с Дашей. Будете там жить? Дай, папа, у меня свечение. Ой, зажигалки. Может, есть зажигалки ещё? А там жарко, вылазки. А нормально им там. За зажигалки? А я хотела купить, а баба говорит, не надо, есть зажигалки. Всё. Подушку. Откройте, Алис. Это не Нина твоя подушка? Не, подушка. Я думала, это подушка. Окно открыто, да. Это, наверное, просто солнце сейчас. Да, мы видим. Солнечная сторона. Алис, иди смотри, Катюша уже повтыкала. Что за боксёр такой? Они не лопнут? Ты аккуратно? Да. Что-то у нас сегодня вечеринка в чёрных цветах. И шары. Да, Нина, надо Кате обновить гардероб. Явно. Ну, почему? Это здесь мако. Ну да, как и шарики. Элегантно. Нина будет жить здесь. Боже, это шикарный полос. Это шикарно. Это сегодня, да, что Кате подарила. А там она какая-то сенсорная штучка, чем она сдаётся. Ого, как оно работает. Это надо прям тут крутить головой. Я думала, просто в лицо. Оно ещё со всех 3D сторон. Нина уснёт до кино ещё. Делаем ставки. Покажи Наде камеру. Ой-ой-ой. Да и маленькие такие наши, да? Ну, так это мини. Ну, типа, есть же мини, а есть большие. Не знаю, на что, на пуфик. Всё, кино накрылось. Будут сейчас кино своё смотреть. Сны. Гости утомились. О, Олеська, осторожно. Покажи мне, как дни руки. Да, да, да. Нина тоже самое сказала. Я такая... О! Ну, ты куда? Так и бешёки тёж чёрные. Не, сказала. Сказала, и тише, ты чёрного приходила. Да, да, да. Не, свечки папа подожгёт. Хоть одну. Не. Я осторожно. Так, снимаю вам разницу между одиннадцатым и четырнадцатым айфоном. Камеры. Я вижу разницу пока только в камерах. Всё остальное идентично. Да, вот тут они выпуклые. Да, да. Катя будет задувать свечечки. Алиса, наверное, помогает. Да, Алис? Да. Ого, ты с одной спички все почти зажгла. Хэппи вёздей, тую! Хэппи вёздей, тую! Хэппи вёздей, теня, Катя! Хэппи вёздей, тую! Давайте ещё раз с бабушкой. Хэппи вёздей, тую! Хэппи вёздей, тую! Хэппи вёздей, тю, Катя! Хэппи вёздей, тую! Ура! С днём рождения! Можно очень кушать. Кушать? Не, ну не надо, ну пусть постоит ещё. Ну не. Ладно, бери, только осторожно, в ней зубочистки могут. Бери её, бери. Так, ну что, Катя, тебя Алиса кусает. Рука! А ну да, я посмотрю, можно лицо так круто раскрашено, держи. Съели качу, Нина юбку откусила, Даша руку, а Виза вообще все подряд. Все, девчонки в кино с Надей, а мы домой. Тортик мы пока не брали себе, потому что и так наелись. А потом они вечерком разрежут и Надя нам привезет пару кусочков. Ну что, Костя, понравилось? Да, все. Все, мы до дома. Костя уже спать собирается, когда мы приедем. Конечно, так рано встали сегодня. Ну да, мы старались, чтобы Кате комнату подготовить. Вот такой вот у нас вышел день рождения Катин. Только Насте с нами не было? Да, это единственное, что омрачало то, что Насте с нами не было так. Все прошло классно. Смотрю, я у себя в Телеграме выложила поздравления от подписчицы для Кати. Очень классно она сделала видео. Тысяча шестьдесят один комментарий с поздравлением Кати. Представляете? Кто еще не подписан. Называюсь я «Вредина. Лайф на связи». Есть, правда, люди, которые пытаются выдать себя за меня и делают, ну, типа тоже с таким названием Телеграм-каналы. Чтобы вы не попадались на их удочку, то у меня вон сорок девять тысяч... Сорок девять и девять тысяч подписчиков. Было за пятьдесят уже, но, видимо, многих побанили администраторы. Вот. Ну, около пятидесяти тысяч должно быть на официальном канале. Если видите, что там какая-нибудь тысяча подписчиков или пятьсот человек, то это фейк-аккаунты. Вот. А мой Телеграм настоящий. Он почти пятьдесят тысяч подписчиков. Аминь.